Слава Иисусу, дорогая Церковь. Я всех приветствую. Любовь Иисуса Христа. Вы хорошо сделали, что пришли, представив свое сердце перед Словом Божьим. И я думаю, что вы были уже внимательны к тому, что Бог уже говорил к нашему сердцу. Я сижу, да, и я служением наслаждаюсь. Почему? Потому что мое сердце, оно открыто для Слова Божьего. Я слышу, что Бог обращается ко мне, как Он говорит, как Он меня вдохновляет, зажигает мое сердце. Знаете, и мне от этого приятно. Слава Иисусу! Я хочу поделиться Словом Божьим, которое написано в Матфея, 9 глава. И вот женщина, 20 стих, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, тщель, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Слава Господу! Знаете, у меня есть у друга, друг, с которым я никогда не встречался. Бывает такое? Бывает. И я, когда к нему приезжал, он мне всегда о своем друге рассказывал. Проповедник, сосуд Божий. Но я ни разу с ним не пересекался. И вот он, и вот друг вот этот, с которым я не пересекался, рассказывает случай такой интересный. Говорит, одно время, когда, говорит, наши люди ехали сюда, в Америку, говорит, первое время, то, говорит, им говорили, что здесь ничего нету. И они брали с собой, кто топор возьмет, кто, говорит, секиру возьмет, кто, говорит, эту, как его, косу возьмет. И, говорит, ехали сюда, думая, что здесь ничего нет. Некоторые ехали, знаете, с одним чемоданом, а некоторые ехали вообще, знаете, как налегке. Но кто-то с собой что-то брал. И мои, когда родители уезжали в Германию жить, то они тоже с собой брали, знаете, деревянные изделия. Потому что мы были в Сибири, им сказали, там в Германии, там ничего из дерева нету. И мои родители всяких дощечек понабрали всего. Знаете, туда приехали, думаю, что мы набрали. Аж ну стыдно, знаете, на таможне стоять. И, знаете, ты едешь всякими с чеплашками такими, знаете, за границу жить. А у тебя непонятно, что в чемодане. И вот, он говорит, наши люди, говорит, и одна сестра, говорит, рассказывала, говорит, она захватила с собою золотые зубы сюда в Америку. Ну, чтобы пригодились, кто его знает. И, говорит, переезжали с одного места на другое, говорит, с места, и, говорит, потеряли. И она ищет. Как это так? Пропажа такая. Золотые зубы пропали. Искала, 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 искала. Расстроенная уже детей всех, знаете. Ну, вы знаете, как мама иногда может поднять детей, что-то потеряла. То все и ищут, и не могут найти. Но что интересно, она решила позвонить на Украину, пророку. Знаете, звонит и ставит нужду. Брат, у меня есть нужда. Спать не могу. Есть не могу. Все, трудность такая. Поставила нужду. И, знаете, на удивление, Бог Духом Святым ответил. И пророчество через того брата говорит, пропажа в доме, которая произошла, она найдется. И было наставление. И брат ей спрашивает, сестричка, скажи, что за нужда-то была? Она, говорит, зубы потеряла. Он, говорит, если бы я знал, я не молился. Понимаете? Вот человек не молился бы. Но Бог такую мелочь, да, взял и ответил. И я бы не молился, если бы я знал. Иногда, знаете, были такие моменты, когда, вот у меня друзья тоже сосуды. Она, говорит, ты не представляешь, Костя, звонит, говорит, ставит нужду. И, говорит, в духе понимает, что не надо молиться за эту нужду. Какую покупать корову, черную или красную? Вот нужда. И вот иногда вот такие вот вещи, кажется, ты бы не ответил. А Бог, знаете, Он по-другому действует, слава Богу. Он отвечает, знаете, на такие мелочи, кажется. И с каждым человеком индивидуально Бог работает. Кому-то Бог, знаете, на большую нужду не отвечает. Так же, ставишь нужду, плачешь. А кому-то на маленькую отвечает. И Он Бог, Он Бог, слава Господу. Я прочитал Слово Божие, которое написано за женщину. И Писание говорит, что женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, говоря, в сердце. Если прикоснусь, выздоровлю. А до этого Писание говорит, что она все свое имение и сдержала на врачей. И врачи, которые, знаете, должны были помочь ей, никто не помог. Никто. И вот я рассуждаю об этом, да, сестры. И мне такая тема в сердце родилась. Ямы, в которые мы попадаем. И мы привыкли говорить о ямах таких, знаете, ну, упал человек в блуд. Яма? Яма. Но я сегодня хочу говорить не о таких ямах. Не о таких аж больших. А о наших привычных ямах. Однажды я поехал в Германию. Мои родители уже жили в Германии. Это было, может быть, 98-й год. Вот так вот. 1998-й год. Я решил поехать. И я тогда жил в Сибири, в Красноярском крае. И оттуда нужно было, представьте, открывать визу. Это нужно было ехать в Новосибирск, город. И это было большое расстояние. Нужно было всю ночь ехать до Ачинска. Пересаживаться на поезд с другой. И, знаете, на поездом добираться до Новосибирска. И когда твой поезд туда приезжал, то не всегда, знаете, посольство работало в это время. И тебе нужно было ждать какое-то время. И я помню, поехал и попал на праздники. Я не знал. Тогда интернета не было, мобилок не было. Знаете, посольство несколько, семь дней не работало. Или пять дней не работало. И, знаете, я оказался в такой ловушке. Оказалось, в Новосибирске у меня есть тетка, которую я никогда не видел, никогда не знал. И вот был повод мне приехать туда, к тетке своей. Я верующий христианин. Представьте, я приехал, познакомился. И она меня постелила в зале у себя. Но день и ночь передо мной работал телевизор. День и ночь. Я уже пересмотрел все, что можно за эти пару дней. И, знаете, воскресенье приходит. Я знаю, что я пропустил среду, пятницу. А я любил ходить на собрания. И воскресенье пришло, и надо пойти на богослужение. Но я не знаю, куда пойти. Город Новосибирск, миллионник. Куда пойти? И, знаете, я в такой яме был. И, казалось, никто не поможет данной ситуации. Телевизор уже надоел. Знаете, я не нахожу себе места. Зима. Сильно куда-то не погуляешь. Мороз. Знаете, я склонил колени и молюсь. Боже. Я уже свидетельствовал, им рассказывал. Молюсь, Господи. Я хочу на собрание. Я устал. Знаете, и слышу, как Бог говорит Духом мне, встань, оденься, выходи на остановку, я приведу тебя на служение. Знаете, вот поверить нужно было. Я находился перед телевизором, я устал, я уже каялся, Господи, потому что все кино пересмотрел, которые были там, знаете, все передачи. Я, знаете, думаю, оденусь. Если это голос Божий, он проведет. Я иду, ну, знаете, вот, Бог знает, как нас выводить из ям. Я прихожу на остановку, никого нету. И вдруг подходит на остановку, здесь же женщины, и мы ждем автобуса. Мороз жмет. А я думаю, как я попаду, где эти собрания, где эти, знаете, молитвенные дома. Но у меня уши вот так вот, я внимательно слушаю, кто что говорит. И вдруг слышу, одна женщина говорит, не раздражайте детей ваших. Я подхожу к ней, вы верующая? Она говорит, да. Я говорю, слушайте, вы не на собрание едут? На собрание едут. Я говорю, можно с вами? Она говорит, конечно. Я не знал, что она ехала на похороны. И представляете, я еду на богослужение, приезжаю на похоронное богослужение. А проповедников нету. Я встаю и начинаю проповедовать Слово Божие. Меня никто не знает. Сестра лежит, которая умерла. Знаете, я ее не знаю. И вообще меня никто не знает. Я встаю и проповедую. И даже эту женщину спросили, а кто это? Она говорит, не знаю. Вы понимаете, ну я проповедь сказал, помолились. Мы похоронили эту сестру, которую я не знал совсем. Я удивился. Знаете, во мне жизнь появилась. Мы ее похоронили. Я говорю, а есть у вас служение? Она говорит, да, вечером будет еще служение. Уже в молитвенном доме, там, там, там. Знаете, я поехал туда. Собрались, и я попал на богослужение. Я не знаю, почему эту женщину хоронили, знаете, не было братьев там. Знаете, ну Бог так сделал. И я просто из той ямы меня вызволил Бог. Слава Господу! Я думаю, что вы попадали в такие ямы, когда тебя не тянет читать Слово Божие. И вот здесь ты понимаешь, что надо читать. Но ты не читаешь. День, второй, третий, четвертый месяц. Тебя к Слову не тянет. И ты понимаешь, как вылезти с этой ямы. Как начать читать Слово Божие. Ну как опять, чтобы Слово тебе ожило. Ты приходишь на собрание, братья делятся Словом, проповедями делятся. Знаете, а ты неделю не читала, две недели не читал. И это, братья и сестры, яма. Но когда мы хотим вылезти из этой ямы, то Бог помогает. Слава Господу! Женщина, которая страдала кровотечением, она искала выхода. Она искала выхода. Она тратила деньги. Она хотела, чтобы получила исцеление. Так же? И в конце концов, она нашла того, через которого приходят ответы. Она нашла Иисуса Христа, через которого многие получили исцеление. И знаете, пробираясь сквозь людей, она пробралась в сердце своем, говоря, если только-только прикоснулась к краю одежды, то есть у них был такой, как шарф, как полотенце, талито называется, то есть с кисточками, а назывался край. Если только прикоснулась к этой одежде, к краю, получила исцеление. Так и было. Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики были в шоке. Так, столько людей к тебе прикасаются. Народ теснит. О чем говоришь? Он говорит, не, ко мне кто-то особенно прикоснулся. С верой прикоснулся. И, мои братья и сестры, наша вера в Господа Иисуса Христа, знаете, в какой бы глубокой яме, потому что ямы бывают разные. Ямы бывают такие глубокие, что ты думаешь, ну, как оттуда выбраться? Я думаю, что у вас были ямы, когда вас не хотело молиться. Такая простая яма. Но многие туда попадают. И молитвенной жизни нету, и молитвы нету у тебя. И ты молишься. Нету, не Господь не посещает. А вообще и не хочется молиться. Перед едой помолиться. Да и забываешь за еду, что помолиться надо. День за днем, день за днем, молитвы нету. Молитвы нету. И ты здесь понимаешь, здесь понимаешь, что молитва – это дыхание. Ты слышал много проповедей, но на молитву тебя не тянет. И ты находишься в таком положении, просто яма. И ты думаешь, как от нее выбраться? Ну, как начать молитвенную жизнь? Бежишь, бежишь, бежишь. Мои братья и сестры, ну, Бог дает силы вылазить из ямы. Слава Господу. Бог дает силы. И потому, знаете, надеющийся на Господа, Слово Божие говорит, он не постыжен. Дух Святой, который дан нам, он помогает нам, братья и сестры, ориентироваться, даже в яме. Иногда бывает, что такие ямы, знаете, отношений. И вроде бы ты с женой не ругался, но отношений каких-то не строятся, и все. Что не скажешь – обида. Что не ответ – то непонимание. И ты думаешь, да что это происходит? И ты бы хотел бы, вот здесь понимаешь, ты хотел бы других отношений, ты хочешь вылезти из этой ямы, но ты не знаешь как. И вроде бы ничего не имеешь на свою жену или на своего ребенка. Но отношения у тебя находятся в такой дизине, в такой яме, и ты готов бы оттуда вылезти. И кто тебе поможет? И хорошо, когда мы обращаемся к братьям и сестрам, знаете, за советом, за поддержкой. Хуже, когда, знаете, кто-то в яме находится, и другого еще, знаете, за собой тянет. Вы переживали такого, да? Сам в яме находишься, и другого за собой тянешь. И обои находятся в яме. Или все находятся в яме. Вы понимаете? Вы помните такую ситуацию братья Иосифа? Иосиф пришел с таким сердцем расположенным, он его кушать принес. А братья его избили и в яму. И он задает вопрос, братья, ну за что? За что меня сюда? Знаете, у них свой взгляд на своего брата. И, знаете, он был там в яме. Хотел он оттуда выбраться? Хотел. Если вот посмотреть, то Иосиф был долго в яме. 15 лет в этой яме. 15 лет не мог вылезти оттуда. Где-то в 16-15 лет попал, в 30 лет оттуда выбрался с этой ямы. Я говорю за... Помните, когда его продали, когда он оказался в темнице, когда... То есть 15 лет в яме. Это немало. Это не день, ни два, ни сутки. И вот разные бывают ямы, мои братья и сестры. И сколько раз я себя ловил, знаете, на том, что не хочется молиться. Не хочется. И ты заставляешь себя. А бывает вдохновение. Бывает, знаете, когда у тебя все хорошо. Ты исполняешься духом. Читаешь Слово Божие, и ты понимаешь, что Бог силен поднимать. Слава Господу. Бог силен поднимать. Сафонии, третья глава, читает такой стих. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милости по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Слава Богу. Какие бы отношения, знаете, не были, Бог силен поднять. Понимаете? Бог силен исцелить любые отношения, братские отношения, сестринские отношения. Бог силен исцелить, знаете, супружеские отношения. Бог силен исцелить отношения между тьми, детьми и родителей. Слава Господу! Бог среди нас, братья и сестры. Нам есть кому прибегать. Нам есть кто поможет нам. У нас есть Бог. Слава Господу! Мы не сами, мы не сами барахтаемся. Он силен помочь нам. Я помню, недавно был на одном собрании. Это не в этом штате. И было служение. И все молились на языках. И так громко молились. Знаете, только меня дух не наполнял. И я думаю, что со мной произошло? И знаете, я обходил свое сердце. Обходил, обходил. Думаю, да что такое? Я гость здесь. только что в большом собрании Бог меня употреблял. Было слово, помазание, благодать действовала. А здесь мы собрались на молитву, знаете, в маленьком зале. И ты молишься, и вроде бы люди кричат. И вроде бы, знаете, аж вот так вот гудит все. А тебя не наполняет. И вдруг, знаете, меня Дух Святой так наполнил. Раз, и слово идет через меня. И Дух Святой говорит, народ мой, народ мой, доколе будете имитировать исполнение Духом? И было обличение такое, знаете, что потом, когда закончилась молитва, была беседа. И я заметил, что верующие умеют имитировать исполнение Духом. и умеют. И я здесь недавно попал на другое собрание, где, знаете, вот собрание идет, замолились, так загудели. Вот здесь брат кричит и молится, а тебя не наполняет. И ты думаешь, что происходит с тобой? Ты опять жизнь обходишь и думаешь, почему? И главное, что интересно, многие братья и сестры видят, что братья исполнились Духом, знаете, и они молят, лепечат, кричат на языках, но чувствуют, что их не наполняет. И вот такой капкан, в который они попадают, может быть, в яму, и они не понимают, что происходит. Вроде бы исполняются Духом братья и молятся на языках, а тебя не наполняет. И знаете, когда закончилось собрание, потом был прорыв, потом, знаешь, Бог дал слово, благодать была. Знаете, я за другое. Я спрашиваю одну сестру, я говорю, твои ощущения какие? Она говорит, как будто пустота была. Ты понимаешь, что в колюже воды нету, но делают вид, что все купаются. Вы переживали такие моменты, да? Все ныряют, все купаются, знаете, а ты понимаешь, да нету воды. А вид делают, что купаются. И мы верующие друг друга могут обманывать, но Господа не обманешь. Понимаете? И потому я хотел бы, братья и сестры, чтобы у нас было естественно. Чтобы мы молились, если молимся, Дух Святой наполняет, знаете, делание в крики. Когда Дух Святой приходит, оно, оно, и ты чувствуешь легкость, свободу. Ты чувствуешь, молитва потекла, радость пришла, умиление пришло, и это от Господа. Не просто да, 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 да. Знаешь, собрание закончилось, и ты пустой. Бог хочет, братья и сестры, чтобы мы не были в этой яме. Не были в этой яме. Вы понимаете, о чем я говорю, нет? Может быть, только я такие моменты переживал, когда все там кричат и молятся, а ты понимаешь, что, ну, воды-то нету. Знаете, воды-то нету. Пусть сегодня Бог благословит каждое сердце, братья и сестры. Ямы бывают разные, в которые мы можем попадать. Я думаю, что были такие моменты у проповедников, когда ты хотел бы проповедь говорить, слова нету. И к нему служитель подходит, брат, будешь проповедовать? Да нет, да не, не. Не потому, что он не хочет, слова нету. И это уже не первый день, и человек находится, брат находится в яме. Находится в яме. И он с удовольствием бы вылез бы с этой ямы, но не получается. И к нему подходит и раз, и два, и три. Слова нету. Слова нету. И уже дают наставление, ну ты читаешь Слово Божие, да читаю я Слово Божие. Ну не знаешь, что со мной происходит, но нету Слова. Где его взять? Просто, знаете, взять с интернета и пересказать. Некоторые не могут это переступить даже. Дорогие мои, есть братья, которые находятся в такой яме. И я, когда как служитель подхожу, я вижу там, одному брату есть Слово, второму, третьему. Если нету Слова, брат и сестры, знаете, я что делаю? Я внутри молюсь об этих людях. Я знаю, потому что я проходил эту ситуацию. Я знаю, когда тебе подходит пастор и говорит, будешь проповедовать, а ты понимаешь, что у тебя вообще мыслей ноль. Ты полный ноль. Я правда, братья, говорю, не? Да. И в тот момент, братья сестры, нужна поддержка. Нужна поддержка. У нас в церкви, знаете, начали братья проповедовать. И у нас уже, как говорится, проповедующих братьев хватает. И я бы хотел бы, чтобы мы, сестры и братья, молились за проповедников особенно. Не просто выйти за кафедру, не просто делиться словом, не просто. Не просто даже слово найти, прочитать его. Не просто. и некоторые попадают в такие ямы. И я бы хотел, братья, сестры, конечно, ям много, намного больше. Я не говорю сегодня от падения, я не говорю, знаете, за какие-то грехи, какие-то. Я не говорю за это. Я говорю за такие простые вещи. Хотя можно было и глубже копнуть. Понимаете? Есть яма непокорности, непослушания. Тоже. И человек здесь понимает, что надо покориться, надо, но не покоряется. И ему тоже нужна поддержка, нет? За него тоже нужна молитва. Сердцем понимают, что надо, а не покоряются, а не смиряются. Я помню, беседовал с одним братом. Знаете, он осмотрелся разных проповедников, знаете, с наколками всякими, вот с такими, знаете, с персидом совсем. Ну, есть сегодня интернет полон, знаете, и все. И он говорит, я помню, беседовали, он мне сказал такие слова. Какая разница, как выглядеть? Главное, что Бог действовал через тебя. И когда он осмотрелся этих проповедников, знаете, вроде бы наслушался, насмотрелся, но я ему сказал такое слово. Я говорю, брат, одно дело, когда ты, знаешь, не важно, как выглядишь, одеваться можно, как попало. Все. Но если бы ты только перенял бы эту часть и другую часть, но ты же ревность его себе не берешь. И знаете, и человек начал одеваться, как попало. Просто одеваться начал, как попало. Ему разницы нет, как выглядит. Бог его сердце видит. Ну, я говорю, знаешь, ну, тот, который был, как попало, одетый, с пирсингом, на колках, но ты видел его служение? Какой он ревность, и как он проповедует? Если бы ты взял бы, начал одеваться, как попало, но взял бы ревность, его на себя бы одел бы тоже, то как-то можно было еще, знаете, смириться. То главное, ту часть, она на него повлияла, он выглядит, как попало, но ревностью не исполнен. Знаете? И вот этот посев, посев, который мы слушаем, он нас тоже приводит в такое недолжное состояние пред Богом. Выглядеть неправильно, одеваться неправильно, говорить неправильно, употреблять жаргон и тому подобное. И это все, братья и сестры, оно может в нашей жизни наслаиваться. Но, братья и сестры, пусть сегодня Бог благословит. О чем я говорю? Да, насчет этой ямы. И знаете, и некоторые понимают, что он выглядит не очень, и может быть, нужно одеваться по-христиански. Но переступить или вылезти из того не может понимания. Заставить себя. Почему? Потому что даже одевая костюм, человек чувствует себя так неловко в этой одежде. Так неловко. Пусть сегодня Бог благословит, братья и сестры. Ямы бывают разные. но давайте будем вылазить из этих ям в отношениях. Будем вылазить из ям, братья и сестры, в любви к Господу. Пусть ревность по Богу будет, молитвенную жизнь налаживать, читать Слово Божие. Знаете, это важно, это важно. Можно осуждать какого-то брата или сестру. Но Слово Божие говорит, помнишь, что ты судящий чужого раба? Падает ли он или стоит? Написано что? Он Господь. Написано, Господь силен восстановить его. Слава Господу. И потому пусть сегодня Бог благословит, братья и сестры, чтобы если ты находишься, может быть, в такой яме неудовлетворения, и ты бы вырвался из нее. Может быть, находишься в яме финансового опустошения. Может быть, ты раздражительный или обидчив, и долго находишься уже в яме. Я бы хотел сейчас помолиться. Я не хочу сейчас принимать исповеди, но я хотел бы помолиться. Давайте встанем. И вы знаете себя, свое состояние, вы знаете свое христианство. Может быть, вы находитесь на самом деле в яме, в такой, и только вы знаете эту яму. Вы можете поднять руку, и мы совершим за вас молитву. Вы не будете выходить сюда, мы помолимся на месте, где вы будете, но Бог силен прийти, помочь и вызволить вас из той ямы. Аминь. Может быть, есть нужда, или, может быть, кто-то находится в яме, и вы хотите, чтобы за вас помолились. Даже яма, помолимся, помолимся. Бывает яма непослушания родителям. В Писании написано как? Почитает сад твоего и мать твою, да? И человек понимает, что надо мамку слушаться, надо покоряться родителям, в этом заповедь, будешь долголетен на земле. Но человек не покоряется маме. Знаешь, бурчит на маму, недовольный на маму. Знаете, это тоже яма, из нее надо вылезти, вылезти. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, еще есть, вы находитесь сейчас на дне, может быть, она небольшая, а может быть, это уже годами вы находитесь в этой яме и вылезти не можете. Яма бывает очень глубокая и нужна помощь, нужна молитва, нужна поддержка. И мы помолимся, мы спустимся сейчас туда, знаете, молитвенное покрывало и ты вылезешь оттуда с помощью Божьей. Еще, может быть, есть. Вы можете поднять руку, если есть. Хорошо, помолимся. Святый Божий Иисус, я благодарю Тебя за добрый час, который мы имеем пред лицом Твоим. Аллилуйя, слава, раба да ламинкен тронс, вискем праба да ламинтусен, ламбистан флобитун глориас, ламбитарабитучиста раменеса, Божий Мой Иисус, лабитан крамфломенес. Я молю Тебя во имя Иисуса, благослови моих братья и сестер, кто находится, может быть, на дне, Господь Божий Мой Иисус, и кто-то сегодня, может быть, хочет выйти туда и, Господь, попасть на свет, Божий Мой Иисус. И мы молим Тебя, благослови, Божий Мой, чтобы каждый брат, каждая сестра, кто находится сегодня, Господь, там, в низине, Божий Мой, подними оттуда во имя Иисуса. Рамен тускал фараба да ламинтус. Божий, подними, Господь, во имя Иисуса. Раба да ламинкен троменеглас. Обрати на них внимание, Божий Иисус. Мы их благословляем на духовный рост, на подъем, Господь, благослови. О, мой Бог, раменес, римба стапли бодуломен глаусен, вискент роминек ландуштапс. Божий Мой, Иисус, а ламинай глаз. Может быть, яма неудовлетворения, может быть, яма ропота, недовольства, Божий Мой, может быть, яма осуждения. И, Господь, брат или сестра давно попали туда, Божий Мой, во имя Иисуса. Вызвали, подними, Господь, Божий Мой, дабы душа была свободна, и хоть не был стеснен, Божий Мой Иисус, рамен туштапиде глаузен, и чтобы над Ним эта глыба не давила, благослови, братьев и сестер, укрепи, рамен туштапиде левергронт, альвайс, робискентс, ауфалабадарабенеса, благослови, моих братьев, Божий Мой, благослови, моих сестер, Божий Мой Иисус, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы любили проживание в Тебе, Господь, благослови, рамен туштапиде левергронт, чтобы мы не притворялись, Божий Мой Иисус, не притворялись, какие мы духовные, чтобы мы не притворялись, Господь Иисус, какие мы любящие Тебя, Божий Мой Иисус, но благослови, чтобы мы были искренними, Божий Мой Иисус, и были открыты пред Тобой, и позволяли Духу Святому свободно действовать, и проявлять Себя, Господь, среди нас. Благослови, Дух Святой, во имя Иисуса, благослови каждое сердце, Божий Мой Иисус, чтобы мы любили исполняться Духом Твоим, чтобы мы любили Твою святую,